ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Василий Голубев посетил несколько значимых объектов Таганрога. Глава региона оценил работу импортозамещающей компании, которая выпускает спецавтомобили для газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Эта продукция пользуется спросом по всей России. Сейчас производитель обеспечен заказами на полгода вперед. Перспективы развития предприятия связаны с освоением новых видов продукции и расширением рынков сбыта. А для этого необходимо увеличить производственную территорию. Василий Голубев поручил администрации Таганрога найти дополнительные помещения для компании. Помимо этого, глава региона ознакомился с проектом строительства двух новых микрорайонов в западной части Приморского города. Эти территории должны развиваться только комплексно. И поэтому не случайно я дал поручение Минструю посмотреть эти подходы, учитывая, что здесь будет порядка 500 тысяч квадратных метров, а может проживать порядка 20 тысяч населения, это значит, что там должны быть все объекты социального назначения, и они должны синхронно возводиться вместе с жильем. О завершении рабочей поездки обсудили реализацию оперативного плана в Таганроге на этот год. Это и вопросы дорог, благоустройства территорий и реализации объектов комфортной городской среды. Они следят за тем, чтобы у жителей была вода, газ, свет, приводят в порядок город и отвечают за комфорт ростовчан. В России на этих выходных отметят День работников ЖКХ. О нелегком труде коммунальщиков репортаж Елена Сарксян. Александр Скорглюков рассказывает о своей непростой работе. Он образцовый мастер чистоты. На его территории всегда порядок. В прошлом году Александра признали лучшим дворником Донской столицы. Люблю всегда, чтобы был порядок, чтобы жителям нравилось город Ростов-на-Дону. И самому приятно. Работа тяжелая, особенно в зимнее время года по уборке снега и гололеда. А еще они высаживают цветы и ухаживают за зелеными легкими ростовчан, деревьями. При любой погоде дворники несут свою нелегкую службу. Всегда на связи в работе и сотрудники ЖКХ, которые отвечают за свет. У нас более 500 пунктов питания, которые включают и выключают освещение в городе. Вот я включу один из них, кратковременно. Кратковременно включу. Вот он нам покажет сейчас, что освещение включилось. Юрий Кацалаб – диспетчер сетевой организации. Именно отсюда осуществляют включение и выключение ночного освещения в Ростове-на-Дону. Тябовский район, улица Освобождение. Это я сейчас принял заявку о неработающем светильнике по адресу Освобождение 73. Мы сюда ее вбиваем и она, эта таблица уходит нашим начальникам районов, четырех районов. Начальники районов просматривают таблицу и оперативно отправляют бригаду на место для решения проблемы. Говорит Юрий Александрович, в работе службы важную роль играет и техника. Здесь мы видим технику, которая формируется по районам для выполнения заявок, для восстановления освещения, для восстановления линий, замены проводов. Разные приборы, цифры и сложные схемы, но Елена Власенко прекрасно во всем разбирается. Тепловое хозяйство она знает как свои пять пальцев. Начинала с должности оператора котельной, а сейчас в зоне ее ответственности 49 источников тепла. Что стоит за словами модернизации ЖКХ, она знает не понаслышке. Это один из адресов, где мы подвальную котельную закрыли и поставили блочно-модульную котельную с современным энергоэффективным оборудованием. Это котлы автоматикой. Мы прекрасно понимаем, что такое газ. И котельная является опасным производственным объектом. Поэтому газ должен быть вынесен из жилого здания. Котельная работает без оператора, регулируется автоматически. Возможно, даже дистанционное управление, но ни одна аппаратура не заменит человека. Поэтому, чтобы обеспечить жителей теплом и горячей водой, Елена на связи с сотрудниками круглосуточно. Представители власти в преддверии Дня бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поздравляют мастеров своего дела. Современная жизнь нашего города немыслимо без качественных бытовых услуг и не может обойтись без развитой жилищно-коммунальной отрасли. Этот праздник объединяет сотни профессий и тысячи сотрудников. Несмотря на современный подход новых технологий, все ваши успехи и эффективная работа зависят от человеческого усердия. Благодарю вас за вашу огромную работу и труд. И самое главное, за ответственное отношение к жизни нашего миллионного города. Часто мы относимся к труду коммунальщиков как должному, не замечая, какие старания они вкладывают в уют и чистоту нашего города. А тем временем именно они создают комфорт и настроение. Елена Сарксян, Дмитрий Азарнин, Дмитрий Дерещук, Кирилл Дьяченко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. В Ростовской области стали известны первые 50 участников предварительного голосования, на котором определят кандидатов на будущих выборах в законодательное собрание. Праймерис проведет «Единая Россия». Свои силы в политике пробуют молодежь, предприниматели, волонтеры, преподаватели, работники культуры и спорта. Есть среди участников и депутаты. Планы на 2023, 2024 и 2025 год у нас очень значительные. Если в прошлом году мы построили 273 газопровода общей протяженностью 656 километров, задача на этот год построить более 2000 километров газопроводов. Это даст возможность газифицировать еще порядка 17 тысяч абонентов в этом году. Это очень большая программа. Такой программы не было никогда. Депутатов от «Единой России» было принято решение включить в льготную категорию граждан, семьи, участников специальной военной операции. Прием документов продлится до 27 апреля. А голосовать за будущих кандидатов избиратели смогут, начиная с 22 мая и всю неделю через партийную онлайн-платформу. Тех, кто получит наибольшую поддержку «Единая Россия», выдвинет в парламент региона. 18 марта вся страна отметит 9-ю годовщину присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации. В честь этого события учреждения культуры Ростова-на-Дону подготовили тематические мероприятия. О них в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Лагвиненко. Так, на площадке исторического парка «Россия. Моя история» организует флешмоб и развернут 30-метровый флаг. Здесь пройдет презентация выставки «Небо Родины», которая расскажет о судьбах 50 летчиков Великой Отечественной войны. Также всех желающих приглашают на концерт в парк имени Горького, а на территории Левобережного раскинется ярмарка. В свою очередь в парке «Дружба» состоится флешмоб «Крымская весна». Более подробную информацию можно найти на сайте администрации города. Стартовала регистрация на 11-й форум «Молодая волна». Это образовательно-молодежное мероприятие, которое ежегодно проводится на берегу Азовского моря. Как сообщает сайты Донского правительства, с 19 по 24 мая около 600 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из Южного федерального округа, а также новых территорий, соберутся на форуме. Для участников пройдут образовательные мероприятия в интерактивном формате, а также встречи с интересными людьми. Для участия необходимо выбрать понравившееся направление и подать заявку на сайте АИС «Молодежь России». Также обязательным условием является регистрация на сайте движения первых «Будь в движении.рф» и выполнение тематического задания в зависимости от выбранного направления. Регистрация будет открыта до 23 апреля. Посадить самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле и спасти 233 человека. Событие реальное и произошло оно в августе 2019-го, а спустя 4 года состоялась премьера фильма, снятая на основе этой истории. О том, как подвиг пилота Дамира Юсупова изменил его жизнь и насколько новая картина отражает произошедшее, расскажут мои коллеги. Удачно вот так вот приземлились. Пострадавших нет, пилоты просто красавчики. Эти кандры были сделаны одним из пассажиров самолета, который пилот экстренно посадил на кукурузное поле в августе 2019-го года. Лайнер под управлением уже Героя России летел из Москвы в Симферополь. Столкнулся со стаей чаек. В результате у машины отказали оба двигателя. Дамир Юсупов не растерялся и спас 226 пассажиров и 7 членов экипажа. А это Егор Бероев сажает воздушное судно на кукурузное поле, но уже по сценарию, под контролем операторов и режиссера. Актер спокойный и рассудительный. Именно таким и был в момент посадки самолета 4 года назад Дамир Юсупов. Но перед его глазами не было сценария. Идем правее на саду вдоль рядов кукурузы. Картина на солнце вдоль рядов кукурузы. Работа с Арика Андреасяном. На съемочной площадке у него был помощник, сам Дамир Юсупов. Когда работали с Егором, моя роль сводилась в роли консультирования действий пилота в кабине. То есть какие команды говорить, даже куда посмотреть, какую кнопку нажать в какой момент, куда рычаг переместить. И Егор и Герман очень быстро все впитывали, как настоящие пилоты, с первого раза. Были какие-то небольшие замечания о процессе, но я считаю, что они справились достойно. Мы вместе с ним отслеживали весь момент монтажа фильма и советовали все с Сариком. Сарик очень внимательно относился к замечаниям Дамира. И надо сказать, что то, что я видел, я говорю, ты будешь сегодня смотреть фильм? Он говорит, ну я сегодня уже не буду. Он говорит, ну каждый раз, когда я смотрю, слеза. Я говорю, и каждый раз, когда ты смотришь, то ты думаешь, ну что, посадит или не посадит? А, посадился. Слезы во время просмотра фильма и у дончан, которые в день премьеры 16 марта увидели картину в кинотеатрах. Прям с первых секунд, слезы на глазах. Ну, героический поступок. На самом деле, я помню август 2019 года, когда-то все произошло, когда показывали это по новостям. Кстати, мальчишка, который хотел стать пилотом и достиг желаемого, до сих пор не считает себя героем. Говорит, что выполнял свой долг, ведь именно от него зависели жизни более 200 человек. Елена Сарксян, Сергей Алфеев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Около 70 представителей туриндустрии ДОНа представляют регион на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Об этом сообщается на сайте правительства области. Ежегодно в рамках мероприятия Ростовская область презентует новые туристские продукты и проекты региона. В этом году посетители выставки узнают о достопримечательностях Азова, Таганрога, Новочеркасска, а также казачьих станицах Старочеркасска и Вешенской. По донским традициям всех гостей будут радушно встречать хлебом с солью и песнями. Отмечу, работа делегации региона на выставке организована областным министерством экономического развития и агентством по туризму и деловым коммуникациям ДОНа. Напомню, в 2021 году на международные выставки туризма, индустрии и гостеприимства Донской павильон был признан лучшим. На этом наш выпуск завершен. Если у вас тоже есть новости, расскажите о них нам. Достаточно позвонить по телефону 8-918-511-2424. На этот номер также можно отправить и сообщения в WhatsApp или Telegram. Больше новостей на сайте don24.ru и в наших соцсетях. В студии была Ася Скрыникова. Следующий выпуск в 17.00. До встречи. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». Три базовых анализа по 290 рублей. Бесплатная консультация врачей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова